Турецкий язык. Причастие. Cifat filer. Мышь. Мы продолжаем серию уроков про причастие в турецком языке и сегодня поговорим про причастие на мышь. Давайте вспомним, что такое причастие. Причастие или глагольное определение производится путем присоединения аффиксов причастия к глагольным основам. Причастие – это особая форма глагола, которая обозначает признак предмета по действию и отвечает на вопросы прилагательного. Аффикс причастия на мышь имеет четыре варианта по гармонии гласных – это мышь, миш, муж и мюш – и образует причастия, которые выражают свойства предмета, приобретенные в прошлом. Часто аффикс причастия на мышь присоединяется к глаголам в страдательном залоге. Почему в страдательном залоге? Потому что действия, которые совершены в прошлом, с предметом совершены кем-то или чем-то, и поэтому зачастую глаголы будут у нас в страдательном залоге. Посмотрим на примерах. Например, «окунмуш китаб» будет переводиться как «прочитанная книга». У нас есть глагол «окумак» – читать, и в страдательном залоге получается «окунмак» – быть прочитанным. Эта книга была кем-то прочитанная, поэтому в страдательном залоге получаем «окунмуш китаб» – прочитанная книга. Или, например, «язылмыш мектуб». Как видите, здесь тоже у нас глагол «язмак» – писать, а «язылмак» – это в страдательном залоге получается «быть написанным». «язылмыш мектуб» – написанное письмо. Письмо кем-то было написано. «Утюленмиш гемлек» – поглаженная рубашка. «Утюлемек» – гладить, и в страдательном залоге «утюленмек» – быть поглаженным. И «миш» добавляет как раз действие в прошлом, и получаем «утюленмиш гемлек» – поглаженная рубашка. Или еще пример «сорулмуш сору» – заданный вопрос «сору» – вопрос «сорумак» – спрашивать или задавать вопрос. И в страдательном залоге «сорулмак» – быть спрошенным. В данном случае у нас здесь есть вопрос, который был задан, спрошен или задан. И получаем «сорулмуш сору» – заданный вопрос. Особенностью аффикса на «мыш» является то, что к нему не добавляются аффиксы принадлежности или личные аффиксы. Но не обязательно глаголы должны быть в страдательном залоге. И посмотрим примеры, где у нас используются глаголы прямого действия. Здесь надо обратить внимание на то, что глаголы прямого действия, которые используются с причастием на мышь, они по сути своей немного отличаются от других глаголов тем, что действия, которые они описывают, несут в себе, оно производится непосредственно с предметом без чьей-то помощи. Например, у нас есть глагол «янмак», что обозначает «гореть». То есть, когда что-то горит, оно само по себе горит, без воздействия какого-то третьего лица, там, субъекта на этот предмет. И вот, например, у нас «янмыш-эль» переводится как «обожженная рука». «Янмак» – «гореть», «янмыш» – дословно «сгоревшая», ну, правильно сказать, «обожженная рука». «Янмыш-эль». Или еще пример «курумуш-аач» – «высохшее дерево». У нас глагол здесь «курумак» – «высыхать», и для того, чтобы высыхать, не нужно никакое воздействие на предмет, и поэтому этот глагол используется в прямом действии. «Курумуш» – «засохшее», «высохшее» – «аач» – «дерево». «Курумуш-аач». Или еще пример «пищмищ-тавук» – «приготовленная курица». У нас глагол есть «пищмек», что переводится как «готовиться». Есть глагол «пищерьмек» – «готовить», «приготавливать еду». И есть глагол «пищмек» – «просто готовиться». То есть что-то само по себе готовится в плане еды, оно может вариться, жариться, но не важно, оно готовится. И получаем «пищмищ-тавук» – «приготовленная курица». Но только здесь «приготовленная не кем-то», а просто обозначает суть того, что она приготовилась. Или еще пример «кюсмющ-адам» – «обиженный человек». «Кюсмек» – глагол переводится как «обижаться». Не когда тебя кто-то обижает, а когда ты сам обижаешься, то есть ты это действие выполняешь. И в данном случае предмет или здесь человек у нас, он сам выполняет это действие, он обиделся на что-то. «Кюсмющ-адам» – «обиженный человек». То есть еще раз, здесь «обиженный не кем-то», а он сам на кого-то обиделся. «Кюсмющ-адам». Давайте еще раз смотрим несколько примеров в предложениях. И здесь вы видите, что к существительному, которое стоит после причастия, могут добавляться аффиксы, которые добавляются к любым существительным. Разберем примеры. «Бозулмуш» – это значит «испорченный». Глагол «бозулмак» – это значит «сломаться». Но когда мы используем для еды, это переводится как «испортиться». «Бозулмуш» – «испорченная». «Сюттен» – «из молока». То есть «из испорченного молока». «Бозулмуш» – «сюттен» – «насыл яплыр». «Как сделать лор пейнери». «Лор пейнери» – это творог. И переводим все предложение. «Как сделать творог из испорченного молока». «Бозулмуш» – «сюттен» – «лор пейнери» – «насыл яплыр». Или еще пример. «Я инлан мамыш эсер лери бир китаба топладым». «Топладым» – «я собрал бир китаба». В одну книгу «Я инлан мамыш эсер лери» – «неизданные произведения». Как вы видите, к причастиям на мышь можно добавлять отрицательную частицу «ма», если мы хотим сделать отрицательное значение, и получаем. У нас глагол есть «Я инлан мак» – «издавать». В страдательном залоге «Я инлан мак» – «быть изданным». И «Я инлан мамыш неизданные эсер лери» – «произведения». То есть здесь мы добавляем к существительному аффикс множественного числа, аффикс определительного падежа, как и для обычных существительных. Посмотрим еще один пример. «Яртылмыш пантолонуму дикермисин». Здесь у нас тоже глагол «Яртылмыш пантолонуму» – «мои порванные брюки». «Яртылмыш пантолонуму дикермисин». «Ты могла бы зашить мои порванные брюки». Здесь у нас тоже глагол «Яртылмак» – «быть порванным». «Яртылмыш» – «порванные пантолон», «брюки». И добавляются к существительному аффиксы, принадлежности. Аффикс опять же здесь «бедертьме хали» – определительного падежа. Еще один пример. Сызе бааседедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедед Также при помощи аффикса мышь, мищ, муж и мющ можно образовывать не только причастие, а можно еще образовывать существительные. То есть он может выступать как словообразовательный аффикс. Это происходит не со всеми глаголами, но с некоторыми глаголами происходит. И в таком случае они у нас используются как существительные. Посмотрим разницу в значении, которые они могут обозначать. Например, долмуш кова. Долмуш наполненное кова ведро. Наполненное ведро. Долмуш кова. Но если мы используем просто слово долмуш, это переводится, если оно как существительное, как маршрутное такси. Маршрутка. Долмуш. Маршрутка. Как мы различаем? Если у нас причастие, значит это определение, как бы прилагательное. То есть у нас определение, глагольное определение предмета. Поэтому, так как это определение, оно не может стоять само по себе, обязательно должно быть существительное. Например, в случае долмушкова у нас есть ведро существительное, и долмуш здесь получается причастие. Но если у нас после слова долмуш нету никакого существительного, и если это слово у нас не стоит в конце, то есть не является глаголом, значит оно является существительным. И может иметь совсем другое значение, чем глагол или чем причастие. Еще пример. Гечмищ заман. Переводится как минувшее или прошедшее время. Гечмищ заман. Если же мы берем просто слово гечмищ, оно переводится как прошлое. Это уже является у нас существительным. Или еще пример. Окумуш чоджук. Образованный или выученный ребенок. Окумуш чоджук. То есть ребенок или молодой человек, который получил образование. И есть такое существительное просто. Окумуш. Который переводится как грамотей. Умник или ученый. Все три смысла он может в себе нести. В принципе очень похоже. Потому что тоже как бы образованный. В том плане, что выученный. Но так как это существительное, нужно и переводить его на русский язык как существительное. Если слова на мышь, миш, муж, мюч используются как существительные в предложении, то к ним могут присоединяться все аффиксы, которые присоединяются к обычным существительным. Посмотрим на примере тех слов уже в предложении. Например. Переводим. В одном маршрутном такси. Вот здесь у нас долмуш как существительное используется. И к нему может добавляться, например, аффикс местного падежа. И получаем долмушта. Бомба булунду. Была найдена бомба. И какая бомба? Вот здесь признак этой бомбы у нас есть. Его можно рассмотреть как пощет и чине конмуш. Здесь, кстати, тоже причастие на мышь конмуш, положенная или подброшенная в пакет бомба. Истамбул дабир долмушта пощет и чине конмуш бомба булунду. В Стамбуле в одном маршрутном такси была найдена положенная в пакет бомба. Или пример со словом «гечмиш» прошлое. Например, «гечмиштен гелядье адлы улуслар арасы симпозиума котылдык». Улуслар арасы симпозиума котылдык. Мы участвовали в международном симпозиуме адлы под названием «гечмиштен гелядье из прошлого в будущее». Здесь у нас «гечмиш» используется как существительное. К нему добавляется аффикс исходного падежа и «гечмиштен из прошлого». «Гечмиштен гелядье адлы улуслар арасы симпозиума котылдык». И еще один пример. Это фраза из фильма «Волосы», который вышел в 1979 году. «Сам позаботится». Здесь нет слова «сам». «Позаботится», но для того, чтобы правильный окрас предложению дать, нужно добавить в русском языке слово «сам». И получаем «эндичелян мекь окумуштлара эсгюдур танры джахилляри корур». Как видите, здесь у нас слово «окумуш» переводят на русский как «умник». И так как это существительное, к нему можно добавлять аффикс направительного падежа «йонлендер мехали» и аффикс множественного числа «лар». На этом урок закончен. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Ставьте лайки. До скорых встреч. Спасибо за внимание.